Продолжается празднование Пасхи и совершаются торжественные богослужения. Службу в третий день Светлой Недели глава Екатеринбургской митрополии совершил в Сесердском районе Свердловской области. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл возглавил Божественную Литургию в храме Святой Троицы города Арамиля. Пасха Красная, Пасха Господня! Всем отмечаем этот великий праздник 40 дней, ровно столько, сколько Христос являлся своим ученикам после своего воскресения. Но основное празднование приходится на первую неделю, которая называется Светлой. Восемь дней празднования Христового Воскресения является как бы одним днём, принадлежащим вечности, где времени уже не будет. В пасхальный период нам и не нужны никакие особенные слова, чтобы выразить свою радость о воскресшем Господе. Христос воскресе! 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 Когда мы отправляли его лечиться, то многие просто прощались с человеком, в том числе и медики. А мы сегодня с благодарностью Богу говорим о том, что слава Богу, что он дал нам, вернул нам отца Андрея, что он Бог даст еще послужит и здесь вместе со всеми нами уже совершенно иным образом, взирая на окружающую жизнь и совершенно иным образом молясь о себе и о своих близких. Пасха радостна для каждого из нас, а особенно для детей. Для каждого из них Светлая Христово Воскресенье ассоциируется с радостью. Пост закончился, начинается Великая Радость. Идет целая неделя поста. И можно подниматься к нам на колокольню. В любых, мне кажется, храмах можно подниматься на колокольню и звонить в Радость Христову. Радость – это когда все люди очень радуются, все радуют, что Христос Воскрес, что у нас есть такой праздник, Пасха, там яйца, мы все радуемся, когда красим яйца, куличи покупаем и идем освящать их в церковь. После богослужения митрополит Кирилл не спешил покидать Арамильский приход. Дети приготовили для архипастыря театрализованное представление. Володыка также пообщался с прихожанами и разделил с ними трапезу.